Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи и добро пожаловать в Робдокс! И мы продолжаем играть с вами в Симулятор Бога. Вы только посмотрите на мой уровень 446. Я время зря не терял. Ребят, мне кажется, я самый сильный зеус в игре. Ну или хотя бы вхожу в топ, друзья. Хотя насчет топа. Давайте посмотрим, где я там нахожусь по урону и по опыту. Итак, по опыту я нахожусь, друзья, на 27 месте мирового рейтинга. Хорошо. И по урону я нанес 1 миллиард 798 тысяч. Нахожусь на 22 месте. Но мне кажется, неплохо. Итак, друзья, что нужно сейчас сделать? Нужно поставить лайк, подписаться на канал, если вы не подписались, и обязательно нажать на колокольчик, потому что сегодня будет происходить жесть. И сегодня, кстати, мы проверим с вами еще одного бога. А точнее, богиню-девочку, потому что мы за нее еще не играли. Посмотрите, сколько наношу ее урона. Я, кстати, одел питомцев именно мистических еще с первой сферы, потому что они дают дополнительно опыт. Они бьют немножко слабее, чем новые питомцы, но опыта здесь дается намного больше. И посмотрите, какой урон. 139 тысяч. Если я дяну сейчас питомцев на урон, я ударю где-то 170 тысяч. Но зато получу в два раза меньше опыта. А опыт мне очень сильно важен, друзья. Остальные скиллы я так сильно не прокачивал. У меня основная прокачка идет на самый первый скил мой. Вернее, у Зевса это самый последний, самый массовый, самый сильный. 139 тысяч просто с одного взрыва. Опять же, я могу сделать, сейчас будет 170 тысяч, но опыта буду получать меньше. Итак, ребята, возвращаемся обратно. Кстати, квесты сейчас обалденные у меня получились. У меня все три квеста на урон. И за один квест я сейчас получаю 8 миллионов 825 тысяч. Из-за того, что у меня очень большой уровень. Чем больше у вас уровень, тем лучше у вас квесты появляются. Вернее, вы больше получаете за квест. Допустим, сейчас нанесу урон и, скорее всего, квесты я уже закончу. Ну-ка, сколько еще? Нет, еще нужно наносить уроны. Окей, мы сейчас вынесем с вами эти здания. Как раз-таки закончим три квеста одновременно. Обязательно берите всегда по три квеста. Это прям мастхев, ребята. Сколько мне еще надо наносить урона? Капец! Вы понимаете, мне по 8 миллионов урона нужно наносить постоянно. Ну, ничего страшного. Мы сейчас с вами вынесем немножко полгорода здесь. Чисто случайно для квестика. Мы сейчас снесем полгорода. Нанесем еще огромную кучу урона здесь. Все. Был у нас колокольчик. Значит, все три квеста выполнили. Окей. Сразу сдаем три квеста. Смотрите, 311 миллионов. Сразу 337 получили. Итак, разрушите 100 машин. Интересненько. Все три квеста сразу берем. Так, нанесите 8 миллионов 400 тысяч урона. Да без проблем, ребята. Еще один квестик. Нанесите еще урон. Любимые мои квесты это брать на урон. Итак, время пришло. Вы набрали много-много лайков. Вы хотели, чтобы я поиграл за нового бога. А точнее, Артемис. На самом деле, это не Артемис. Не Артемис. Это Артемида. Богиня охоты и плодородия. Это дочка Зевса. Я еще даже ее не покупал. Сегодня пришло ее время, друзья. Первый уровень. Первый уровень. И мы будем играть с вами, скажем так, за девочку. Я не знаю, на самом деле, какие у нее скиллы. И она, возможно, будет даже сильнее Зевса. Но это не точно. Любимый мой персонаж Зевс, чтобы понимали. Мне больше всего понравилось. Ну, на втором месте, может быть, Аид у нас стоит. Ну, Аид тоже хороший персонаж. Я, кстати, возможно, его прокачаю до уровня 200-го, 300-го. Посмотрю, что он из себя представляет. Итак, ребят. Нам нужно немножко покачаться. Я первого уровня. Посмотрим, что это за Rapid Fire. Итак, коровка. Ну, неплохо. Неплохо, я вам скажу. Ну, да, кстати, у меня сейчас очень сильный урон. Потому что, ребят, у меня персонаж прокачан изначально. Вернее, у меня крутые питомцы. И она очень сильно гатит. Так, квикшот. Что такое квикшот у нее? Так. Ммм. Ничего себе. Ничего себе. То есть, одиночный выстрел. И дофигища урона наносит, ребята. Мне кажется... Ааа. Не один... То есть, подождите. Я могу... Она массовая. И перезарядка очень большая, ребят. Вернее, очень быстрая перезарядка. Мне это очень нравится. Пока что мне очень нравится этот персонаж. Не знаю, может, потому что она дочка Зевса. Но это реально девочка? Ну да, косичка. Да это девочка, ребята. Представляешь, девочка. Радиус квикшота небольшой, мне кажется. Достреляет. Фига себе, небольшой. Не-не-не. Это массовый, очень офигевший скилл. Ладненько. Рапидфайр. Что делает еще? Ага. Вот такие дела делает Рапидфайр. Ладно. У нас отпил за еще один скилл. Денег у меня бесконечное количество. Я могу покупать себе все, что угодно. Аров Вали. Тут у нас получается все, что связано со стрелами. Следующий скилл Аров Вали. Что у нас делает этот скилл? Три стрелы. Так, давайте мы эти скиллы проверим с вами в другой локации. Перейдем в локацию Residential Arena. Здесь у нас просто больше всякого места для разрушения. Так, давайте. Ага. Вот таким образом фигачит. Эта стрела вот так бьет. Вот 372 урона. Это наносит 90-130. Ну, прокачивается. А это наносит... Вот ух, нифига себе. То есть я могу стоять, стрелять в одно место вот так вот. И она будет разрушать полгорода, что ли? Неплохо, я вам скажу. Неплохо девочка стреляет. Офига себе, стрелы далеко летят. Стоп, подожди. А если я сейчас прыгну и вот так сделаю? Ага, видите, она... Я хотел в прыжке, я хотел в прыжке выстрелить. Ладненько. Так, давайте мы сейчас стреляем и делаем 2 прыжок. Офигеть. А телепорт есть у нее? Да, телепорт тоже есть. Телепорт у нее тоже есть. Поэтому все в порядке, друзья. Итак, что у нас дальше? У нас 12 уровень, а это означает, что мы с вами не можем взять себе новый скилл. Ну и ладно. Мы с вами что берем? Мы с вами берем Арову Али. Сейчас прокачаем немножечко. Или мы покачаем с помощью ее прокачки именно на мобах. Нет, давайте мы покачаем с помощью денег. Почему бы и нет? Если денег у меня очень много, я могу прокачаться с помощью них. Здесь можно либо так качаться, либо так. В общем, как вам удобненько. Покачаем 28. Мне нужно сегодня что сделать? Прокачать 85 уровень. Одеть все скиллы максимально. И посмотреть, что это будет за зверь. Какой это персонаж. Итак, ребята. Мы уже прокачали с вами... Ну, сколько мы прокачали с вами уровней? 40 уровней. Так, нам нужно, получается, купить скилл 18, 25, 30 и 40... А, 45 я не могу, извините. Ладно, покачаем, значит, другой скилл. Покачаем другой скилл. В общем, нужно поднять сейчас 85 уровень. И одеть все максимальные скиллы. Я думаю, что надо будет одевать сразу последние 4. Хотя нет, мы 3 скилла проверили. Давайте проверим с вами лайт бласт, пока мы с вами прокачаемся. Лайт бласт. Что такое лайт бласт? Четверочка. И... Фига себе, слушайте, лазер. Неплохо. Неплохо. Погодите, массовый, не массовый, так я не понял. Нужно ударить куда-то вот сюда. Ну, слушайте, массовый скилл довольно-таки прикольный. Перезарядка 4 сантасекунды. Это очень круто. Так, давайте вот сюда в массовый. Неплохо. Слушайте, неплохо девочка шпарит со своего лука. Молодец, я скажу. Молодец. Ладно. Проверим давайте еще вот это персинг эрро. Давайте одеваем в первый слот. Что это такое за скилл? Так, персинг эрро. Давайте вот сюда гахнем. Какой-то лазер, который прошибает все на своем пути. Перезарядка около 6 секунд, да? Не ошибаюсь. Так, еще раз. Да, 6 секунд. Неплохо. Слушайте, лайт бласт. Капец, смотрите. Квик-шот, лайт бласт, персинг. А он очень далеко летит. Погодите. То есть вот этот вот первый скилл, который сейчас я юзаю. Так, ты меня решила бежать, что ли? Сейчас тебя наваляю, подожди. Фига себе радиус. То есть я могу отсюда вот достать. Ни один персонаж еще так далеко не стрелял, ребята. Ни один, ребят, не стрелял. Мы вынесем то, что нам мешает на нашем пути. Погодите-ка. Погодите-ка. Вот на такое расстояние. Смотрите. Блин. О, прошибает просто. Погодите. То есть оно прошибает насквозь все дома. Если я стану вот так, погодите. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот примерно вот так. Фига себе, это куда достает. Обалденный скилл, ребята. Мне нравится. Ладненько. Давайте мы ставим с вами вот этот вот на первое место. И прокачиваемся дальше, потому что нам нужно качаться. Этот мы качаем скилл потихоньку до 85 уровня. Все. Возвращаемся с вами к этому персонажу. То есть мы с вами вернемся, когда уже будет 85 уровень. Итак, у нас с вами 101 уровень, и мы покупаем следующие три скилла. 312 тысяч, 648 тысяч и 1 миллион 200 тысяч. Итак, этот у нас одет. Arrow Rain мы с вами одеваем на второй слот. Дальше Snipe мы одеваем с вами на третий слот. И последний скилл за 85 уровень мы тоже одеваем с вами на четвертый слот. И, наверное, немножечко их прокачаем. Давайте уровней по 10-20, хотя бы, чтобы понимать, сколько урона наносит примерно. Я думаю, что будет невероятное количество урона. Хотя, слушайте, последний скилл, перезарядка 16 секунд. Это дольше, чем у Зевса. Я уже это вижу. Итак, 24-й, 25-й, давайте, 30-й уровень скиллу будет нам достаточно. Вот, следующий мы качаем. Дальше Snipe прокачиваем. 10 секунд перезарядка. Так, Artmeris заряжает лук и выстреливает какой-то снайперский выстрел. И что-то взрывает на большой... Ага, радиус. Это хорошо. Это очень хорошо. Итак, у нас с вами скилл 28-го, 30-го уровня, 1087 урона, здесь 1150. И остался еще Arrow Rain. Какая-то штука, скорее всего, массовая. То есть, массовый скилл, скорее всего, мы сейчас прокачаем. С вами перезарядка 8 секунд. И урон, я вижу, что не такой уж и большой. Да, потому что, скорее всего, скилл очень массовый. Но мы сейчас увидим. Вот последние 4 скилла я еще не проверял. Я даже их не видел ни разу в жизни. Так, 30-й уровень, и здесь у нас 124, и здесь все хорошо. Итак, ребята, скилл, который мы еще не видели. Венги Филл Клавс, ребята, что делает у нас? И... Офигеть! Какие-то чудесные или волшебные когти. Видели, выпускает с лукой, она загребает большой... Или радиус, или один дом. Сейчас посмотрим. Еще один тест. Давайте массово. Массово. Нас откинуло назад, и мы забрали не то, что нужно было. Ладно. Давайте мы со здания сделаем выстрел, потому что так не получается у нас. Сейчас вот туда куда-то нужно. Что происходит? О-о-о! Очень странный скилл, ребята, потому что меня постоянно отбрасывает возле него. То есть я юзаю скилл, меня отбрасывают. Но, слушайте, мне нравится. Он красивый. Вот такой вот скилл. Ну да, он ближайшие цели бахает. Дальше. Дождь какой-то. Ароврейн, ребята, что происходит? Ага, выстреливает вверх. Хо-хо-хо-хо! Хорош! Хороший скилл, хороший. Очень нравится. То есть я могу встать в любую точку. Выбираю, куда точку упадет стрела. И там у нас происходит дождь и стрел. В принципе, это очень крутой скилл, потому что он массовый, ребята. Массовые скиллы в этой игре просто must have. Так, смотри, выносит. Бум! Так, снайп. Следующий скилл снайп. Что делает снайп? Ммм, так. Заряжает, заряжает, заряжает. Хо-хо-хо! Офигеть! Ничего себе там заряд был. Ну, очень долго заряжает. Но выстрел просто... Я, кстати, думал, это будет точечный выстрел. Блин, довольно-таки неплохо. Так, заряжает, заряжает, заряжает. А, то есть пока я не отпущу. То есть я могу... О, слушайте, так это удобно. То есть я могу бегать, а потом, когда я второй раз нажимаю... Хо-хо-хо! Класс! То есть один раз вы нажимаете, она начинает заряжать. Второй раз вы нажимаете, она выстреливает. А если я быстро нажму и выстрелил? Допустим, я нажал и выстрелил. Ага, значит, все то же самое. Все, я понял. Значит, это быстрый скилл. И радиус сумасшедший. Слушайте, вы посмотрите, что я сделал. Вы посмотрите, на какой радиус я бабахнул. Это просто жесть. Кстати, мы можем, знаете, что я проверить? Мы можем проверить отлично наши радиусы на пляже. Потому что на пляже у нас, скажем так, большое скопление всяких штуковин. И, допустим, мы делаем снайп с вами. И вон туда. Нет, очень круто. Смотрите, радужный дождь. Вот этот вот. Дождь и стрел. Венгерфул Клаус. Ну, Венгерфул Клаус я бы, наверное, убрал. Мне не нравится, когда он ударяет. Очень плохой скилл. И последний скилл, друзья. Трил оф Зе Хан, друзья. Что делает? Хо-хо-хо-хо-хо. Прикольно. И куда-то я полетел. Либо, ну, она полетела. Я полетел. Потому что я это управляю персонажем. В общем, снайп. Обалденный скилл. Аров Рейн, ребята. Обалденный скилл. Дальше. Вот этот последний скилл. Скилл Трил оф Лайф. Тоже очень крутой. То есть, оно телепортирует меня в то место, куда я ударяю. Хорошо. Хорошо. И, значит, я единственное заменил бы вот этот вот скилл, допустим, на вот этот, наверное. Это что у нас такое? Персинг Ауэру? Нет. Его бы я тоже заменил, конечно. Нужно подобрать Лайт Бласт, ребята. Так. Давайте меняем. Один скилл у нас очень паршивый. Лайт Бласт. Вот. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Лайт Бласт, ребята. Лайт Бласт это то, что нужно. Либо еще другое. Давайте посмотрим, что у нас еще другое здесь есть. Обилити. Аравалли. Давайте мы с вами... Погодите. Боже, я немножко путаюсь. Не питомцы мне, а обилити нужны. Так. Аравалли мы давайте вот сюда юзнем. Так. Это что у нас такое? Нет. Сразу минус. Сразу минус. Квикшот. Либо Квикшот, ребята. Либо Лайт Бласт. Смотрите. Квикшот у нас тоже очень хороший скилл. Обдеваем его. То есть... Нет. 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 Все. Я нашел. Я нашел мету для этого персонажа. Вот. Идеальная мета. Прокачать эти еще скиллы. И все. Лайт Бласт. Смотрите. Бам. Арав Рейн. Запустили. Снайперский выстрел. Жахнули массовый выстрел. И еще ультимативная способность. На. Вы посмотрите какая это богиня красавица. Мне она нравится. Я наверное... Слушайте. Я пока не знаю. Ставите ее или Аида на второе место. Но Зевстим нравится немножко больше. Там анимация скиллов не очень нравится. Но это сильный персонаж. Вот последний бог войны. Бог войны Арес. Это полная фигня. Вот это намного лучше друзья. На этом я заканчиваю ролик. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. С вами был Каксидор Обзи. Хорошее настроение. Спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok